МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне не раз приходилось убеждаться в его особенной харизме, глубоких знаниях. Он всегда проверяет любую информацию и безоговорочно не верит ничему. Но он никогда не проявлял никакого высокомерия, строг и требовательный. Он всегда говорит с казахстанцами на одном языке. Он близок и понятен людям. Он сказал, я назначил вас своим указом, вот я отвечаю за вас перед народом. Выдающиеся люди не просто пробиваются сквозь вызовы времени. Они творят историю. И каждая эпоха дает миру новые примеры политического лидерства. На переломе веков одним из них стал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В чем секрет феномена, рождающего политиков мирового уровня? Изначальная природная одаренность или все же более широкий комплекс факторов? Если внимательно посмотреть на постепенный, но всегда устремленный вверх путь Назарбаева политика, то можно ясно увидеть, что его способности проявлялись уже с юных лет. Вот первое выступление молодого рабочего карагандинского металлургического комбината на Всесоюзном молодежном форуме в начале 60-х годов. Редкие кадры, но они очень характерны. Уже тогда было видно, что это человек с незаурядными способностями. Это показатель природного лидерского таланта, твердой воли, уверенности в себе, а также способности оценить ситуацию и привлекать внимание к решению важнейших проблем. Еще в юности мне, как и многим моим сверстникам, приходилось немало слышать доброго и хорошего Нарсултана Назарбаева. Мы знали, что наш земляк, парень, старший немногим наш, уехал в далекую караганду на стройку металлургического комбината того времени. Потом он освоил рабочую специальность литейщика и там же трудился. Знали из молодежной прессы, что он был активистом, лидером молодежного движения и как передовик производства избирался на комсомольские съезды. Я оказался в начале 80-х годов в Центральном комитете комбартии Казахстана. Вот там я и познакомился с Александром Абишевичем лично. Он прибыл из Караганды, когда был избран секретарем Центрального комитета партии по вопросам экономики и промышленности. Отдел, в котором я работал, был напрямую подчинен. Ему и, конечно, мы общались на рабочих совещаниях. Всем нам без исключения нравилось работать с ним. Он был руководителем высокого ранга, очень высокого ранга, что требовало определенной сувердинации. Но он никогда не проявлял никакого высокомерия. Конечно, он не допускал и панибратства, был строг и требовательный, но мог так профессионально, понятно поставить перед тобой задачу, что ты становился его единомышленником и знал, что надо сделать, и понимал степень своей ответственности. Хочу сказать, что он был профессионалом высокого класса в своем деле и одновременно хорошим организатором и руководителем. Таким он остается и по сей день. Трудно стать лидером, обладая только природными данными. Один из факторов успеха – это невероятная работоспособность и постоянное стремление к самосовершенствованию. В целом, надо сказать, что президент очень много читает. И не только политическую, но и художественную, историческую литературу. Он читает, наверное, больше всех из представителей власти. Во всяком случае, когда я бываю у него в кабинете и изредка дома, я вижу, что на журнальных столиках или в кабинете у него открыты книги, сделаны закладки. Да и сами наши беседы говорят о том, что он постоянно работает над собой. Вообще это очень ценное качество – работать над собой. Историю читает, очень хорошо знает мировую историю, интересуется философией, часто цитирует философ. Это говорит о том, что он с карандашом в руке изучает ту или иную литературу. Это крайне важно. Мне не раз приходилось убеждаться в его особенной харизме, глубоких знаниях. Это человек, от которого веет мудрость во время переговоров. Это, кстати говоря, не только мое мнение. Об этом мне говорили и многие люди, которые имели возможность встречаться с нашим президентом, в частности, конгрессмены Соединенных Штатов Америки, руководители государств, министры иностранных дел. Назарбаев прошел все ступени предыдущей советской политической системы. Состоялся в ней как опытный и перспективный руководитель. Но вот случился ее крах. Развал плановой экономики привел к настоящей катастрофе. Союзная власть в большинстве своем находилась в полной растерянности. И лишь некоторые политики не только видели новый путь, но и активно строили новую дорогу жизни. Он видел и открыто об этом говорил, что начался исторический процесс, который, если его не переломить, неизбежно приведет к краху советской системы. Говорил о том, что до предела зацентрализованная плановая экономика, например, минерально-сырьевые богатства, добываемые в республике, работали на весь Советский Союз. Казахстан стал сырьевым придатком союзной экономики. Такое же было положение и с сельским хозяйством. Работая в качестве председателя Совмена, встречаясь в Москве, он обязательно задавал неудобные им вопросы. Почему структурированная советская экономика так? Почему республиканские бюджеты разрабатываются под диктовку центра, ничего не учитывается? Почему выделяются недостаточные средства на развитие социальной сферы? Естественно, никаких ответов с приходом ростонавища в правительство. Поменялся и сам стиль работы. До этого правительство было органом исполнительным, командовала партия, а здесь уже как бы по его приходу в правительство, это стал органом, который рабочей структурой по управлению хозяйственно-экономическим комплексом республики. Наиболее ярко лидерские качества Нурсултана Назарбаева проявились именно в период тотального кризиса. Ему досталось сложное и даже незавидное наследство. Реформы Горбачева зашли в тупик, породив массовые протесты людей, недовольных пустыми прилавками магазинов и низкими зарплатами. В соседних республиках заполыхали межнациональные конфликты. Экономический кризис выгонял на площади многих людей. Я Назарбаев, первый секретарь ЦК Квомбартии Казахстана. Как вы знаете, что я в этой должности работаю всего 20 дней. Могу откровенно сказать, что многие требования и ваши вопросы справедливые, я их лично поддерживаю. Поверьте мне, я не пришел сюда для того, чтобы вас в чем-то обманывать и так далее, потому что, надеюсь, с вами мне работать и видеться придется не раз еще. У меня это кредо, и мы это будем вести. Для нашего президента общение с людьми – это очень важная обратная связь, которая необходима для успешного развития Казахстана. Президент делает все, чтобы с одной стороны проводить прогрессивные реформы, а с другой – преодолеть инерцию мышления как со стороны чиновников, так и со стороны людей. В общении, ну, в общении Нурсултан Абишев всегда ценит откровенность, искренность, особенность та, что он всегда говорит с казахстанцами на одном языке. Он близок и понятен людям. Это очень важно. Вы знаете, я не раз слышал, как люди после встречи с ним признавались, что в общении с Нурсултан Абишевичем вот та первоначальная скованность, которая, естественно, бывает у каждого человека, когда встречается у нас глава государства, очень быстро проходит. Потому что президент умеет расположить в себе любого собеседника, он обладает уникальной харизмой. И самое главное, что всегда становится результатом каждой встречи с главой государства – это удивительная вдохновленность людей. Настоящий лидер обладает особым политическим чутьем. Нурсултан Азербай всегда отличался умением видеть дальше других. Он понимал, к чему ведет развал Советского Союза и делал все, чтобы этот процесс был максимально безболезнен. Он видел неправильность Беловежских соглашений и сделал все, чтобы на карте мира не появились новые разделительные линии. Мы независимость получили, когда создали СНГ. Этому предшествовал у нас путь, который не хотел союзный договор принять. После этого произошло в декабре Беловежской пущи. Россия, Белоруссия и Украина приняли свой союзный закон. И в этот момент, как раз 8 декабря, Нурсултан Абич ехал на то, чтобы подписать договор о сохранении этих дел. Прилетев в Москву, узнаем, что Борис Николаевич улетел в Белоруссию. И когда с ним соединились, он говорит, Нурсултан Абич, подъезжайте к нам. Мы вот такой подписали договор. Вы присоединитесь к этим делам. Ну, Нурсултан Абич попросил, а что за договор? Он понял, что там ничего не соответствует. И мы полетели обратно. Вот. А здесь наши соседи, среднеизиатские наши руководители начали готовиться создать свой, как бы, туркестанский, можно назвать, союз. Собрались в Ашхабаде. Нурсултан Абич сразу же начал объяснять им, на это идти никак нельзя. Он говорит, я договорюсь и, значит, там с Борисом Николаевичем, потому что отношения у него всегда с Борисом Николаевичем и с Горбачевым, со всеми хорошие были. Он уговорил, что мы соберемся вместе все и примем решение, как нам дальше жить. Договорились и приняли решение собраться в Алма-Ате и подписать договор о создании СНГ. Это был первый кирпичик в фундамент новой интеграции. Тогда этого никто не понимал. А следующим шагом стала идея президента о создании Евразийского союза. На самом деле и российские лидеры, и лидеры других стран, членов подтверждают, что именно наш президент с самого начала являлся инициатором идеи, последовательно защищал эти принципы. Его недопонимали в одно время даже в России. Его недопонимали с самого начала, с самого обретения независимости, с самого создания СНГ. Президент последовательно, твердо отстаивал и убеждал и российских, и политиков других стран, что это необходимо. И я думаю, что создание Евразийского экономического союза это прежде всего пример его последовательности, его решимости в отстаивании своих позиций. Наверное, именно тогда многие мировые лидеры обратили особое внимание на президента Казахстана, который сыграл ключевую роль в создании содружества независимых государств. В нем увидели человека, способного сглаживать противоречия, умеющего находить компромиссы и миротворческие решения. Мировые лидеры той эпохи. Джордж Буш-старший, Маргарет Тэтчер, Франсуа Миттеран, Гельмут Коль, Дэн Сяопин, Ли Куан Ю и другие отзывались о нем как о новаторской, ответственной и харизматичной политической фигуре на постсоветском пространстве. Помнится, с визитом в Алма-Ате находился генеральный секретарь НАТО Робертсон. И он как бы в шутку сказал, вы знаете, все мои родственники, братья, были или пожарниками, или полицейскими. И в семье только я один оказался гражданским человеком. Как говорится, в семье не без урода. На что он, султан Абишевич ему сказал, вы не переживайте, вы теперь мировой жандарм. То есть это говорит о том, что наш президент обладает быстрой реакцией, причем эта реакция зиждется на большом интеллектуальном умственном потенциале. Но султан Абишевич ведет себя с одной стороны так, как нужно вести себя во время официальных переговоров с лидерами государств. Во время встречи с Клинтоном в 1997 году, вы знаете, тогда было очень тяжелое время для Клинтона. Он имел большой скандал в связи со связью с Левинской. И это действительно было видно. Он был сильно напудрен, переживал. И эта пудра буквально сыпалась в кружку, из которой он все время что-то пригубливал. Но султан Абишевич довольно раскованно спросил, а что вы пьете? Он говорит, вы знаете, меня убивают каждый день в связи с этим скандалом, и вот я пью сейчас успокоительное. То есть этим самым Муслтан Абиш как бы высказывал свое расположение к нему, насколько можно было это сделать, находясь в Белом доме. И мне кажется, Клинтон это оценил. После своей отставки он бывал в Алмате и во время встреч с нашим президентом на других форумах всегда высказывал свое уважение. Нашему президенту с большим уважением относились все китайские лидеры. И Дзян Зай Минь, и Ху Цзин Тао. И сейчас, вы знаете, почти каждый квартал ежегодно происходит встреча между нашим президентом и Си Цзиньпином. Безусловно, Султан Абишевич работал с Бушем-старшим еще во время существования Советского Союза. Затем он очень продуктивно, на дружеской основе работал с президентом Клинтоном. Затем это был Буш-младший, Обама, и теперь нынешний президент Трамп. Кроме большого уважения, если не сказать восхищения, зарубежные лидеры других чувств в отношении нашего президента не имеют. Это я могу сказать твердо. Мировой авторитет президента Казахстана это была первая выигрышная позиция для нашей страны. Но она требовала еще и радикальных экономических реформ. И вот здесь потребовалось не только стратегическое видение, но и политическая воля, способная сломить старую систему и построить новую. Когда стал главой государства Настанавич, поставил перед собой три приоритетные цели. Это упрочение общественной стабильности, гражданского и межнационального согласия, разработка и осуществление программ экономических и социальных реформ. На определенный период указы президента имели силу закона, для того, чтобы провести все изменения и принять тот закон, который нам нужен. Мы за один год приняли 147 законов экономических. Поэтому мы первыми из республик, и России в том числе, первыми приступили к реформе, приняв экономические, в первую очередь, экономические законы. Известная формула Назарбаева. Сначала экономика, потом политика, стала классикой мирового политического лидерства. И она была блестяще реализована. Казахстан совершил мощный рывок в развитии, превратившись в огромную строительную площадку. За несколько лет была возведена новая столица. И проект Астана без всяких преувеличений можно назвать проектом Назарбаева. Астана, его это непоколебимая уверенность, непоколебимое желание. Астана является полноценной столицей только благодаря тому, что президент последовательно работал над этим. Своим примером, то есть вот даже такой маленький житейский пример, когда один раз возвращаясь с какой-то командировки, мы встречали его в аэропорту. Зимой браны тогда были, аэропорт не такой подготовленный был прием у таких условий самолетов. И борт подлетает, у нас метель, и приходит информация, что борт разворачивается в сторону Алматы. Мы уже собираемся отъезжать, потом поступает новая команда, что борт все-таки садится, мы встречаем. И там такая ситуация. Все начали уговаривать президента, но он именно заставил самолет, может быть, даже где-то излишний риск был, но он именно сел принципиально, не стал возвращаться, не дал себе слабинку, не дал слабинку своим рядом стоящим сослуживцам. Прошло всего два десятилетия, и сегодня это не только экономический культурный центр страны, но и один из политических центров всей Евразии. Здесь встречаются лидеры мировых религий, проходят экономические и миротворческие саммиты. Астана удивляет всех зарубежных гостей, а у казахстанцев рождает оптимизм. И, конечно, интересно вспомнить, как это было. Практически весь город, любой строящийся объект в Астане, естественно, находился под его контролем. Он очень часто обижал город, ездил, смотрел скверы, парки, интересовался озеленением каждым объектом. Многие объекты он нарисовал лично от руки. Это Салтана Цараи, это Байтирек, это Новый Цирк, это фонтаны. Бывая в любой командировке, в любом зарубежной поездке, в любом другом городе, он обязательно смотрел, что же можно перенести в Астану. Даже вот эти, это, в общем-то, известный факт, заправочные станции. Город был слабо освещен тогда, не хватало, света, не было хорошего светового оформления, и он как-то в поездке по городу дал поручение премьер-министру пригласить наших инвесторов с тем, чтобы, значит, попросить их поставить здесь современные заправочные станции. В общем-то, сейчас это ерунда и кажется мелочи. И он сказал так, что выделите им хорошие места и скажите, что я лично буду посещать эти заправки. Представляете, президент страны посещает открытие заправки. где это было, как-то он объявил лозунг для предпринимателя, бизнесменов, что открывайте здесь торговые точки, магазины, рестораны, и я буду стараться все их посещать. И он радовался каждому этому объекту, старался поощрить это, старался, значит, мотивировать людей. Вот, это было такое время. Я могу вспомнить историю строительства этого здания. Когда планировалось строительство государственных зданий на левом берегу Ишима, уже в Астане, глава государства сам лично определил это место справа от Агарды, от своей резиденции для Верховного суда. И сам ход строительства Верховного суда глава государства лично контролировал. Кстати, новое здание Верховного суда было открыто в 2004 году в канун Дня независимости Казахстана. Торжественно с участием президента страны. История столицы, да и всей страны пока еще молода. Но в ней важно увидеть главное. Это способность Нурсултана Назарбаева переломить консервативное настроение элиты и масс, подвигнуть казахстанцев на решение масштабных задач. И эта способность называется личной волей подлинного лидера. Время доказало правоту Нурсултана Назарбаева по всем вопросам государственного строительства Казахстана. Например, его глубокие теоретические знания, политический, практический опыт потребовались в создании и развитии правовой системы Казахстана. Моя первая встреча с главой государства состоялась в 1996 году. В то время я исполнял обязанности представителя Верховного суда. Тогда глава государства в своей алматинской лицензии собрал первых руководителей правоохранительных органов. Обсуждался вопрос о целесообразности принятия отдельного закона по борьбе с коррупцией. Было озвучено много разных мнений. Но в итоге в конце заседания Нурслан Абищевич поручил нам разработать самостоятельный закон по борьбе с коррупцией. Кстати, время показало правильность этой позиции. Еще одно качество лидера он всегда двигается вперед. Ставит все новые и новые цели. Когда жизнь и ход развития страны требовали перемен, Нурсултан Назарбаев сам инициировал внесение необходимых изменений в основной закон. И все они связаны с усилением роли ответственности парламента и правительства, судебной системы и местного самоуправления. Во время седьмого съезда судей страны было запланировано совместное фотографирование президента с вновь избранными судьями. Речь шла о нескольких минутах. Вот за это время Нурсултан Абиш сказал молодым судям несколько слов. Он им сказал «Я назначил вас своим указом, вот я отвечаю за вас перед народом, не подведите меня, работают хорошо». Президент в этих словах еще раз показал свою способность, как он может зарядить людей на работу. глаза молодых судей горели, для них это было самое дорогое на подсвете, профессиональную дорогу им открыл глава государства. Кстати, эти судьи сегодня уже начинают оправдывать доверие президента. Несмотря на свою огромную занятость, президент всегда тщательно просматривает и изучает поступившие к нему документы. каждую статью на полях делал свои замечания. Президент так же поступает и сейчас. В этом я убеждался каждый раз, когда работал уже в администрации президента, когда работал уже спикером Сената парламента. В октябре 2015 года был принят новый гражданско-процессуальный кодекс Республики Казахстан. И тогда впервые подписание этого закона, вообще любого закона у нас в Казахстане впервые происходило публично. И этим глава государства высоко оценил потенциал закона и именно потенциал Гражданско-процессуального кодекса в улучшении правового поля нашей страны. Публичное подписание этого закона сразу уже привлекло к нему внимание зарубежных инвесторов и экспертов. И это дал хороший старт для работы закона. В отличие от ряда других постсоветских государств Казахстан избежал многих драматических событий. Не было братоубийственных гражданских и этнических конфликтов. Здесь не знают, что такое национальное унижение, доминирование одной веры, одной культуры и одного языка над другими. Здесь все и во всем равны. Все это благодаря общенациональной удаче. У казахстанцев есть лидер, избранный временем и народом. Прежде всего хочу отметить, что каждая электоральная компания имеет всегда особое значение для истории нашей страны. Потому что это яркое свидетельство становления, яркое свидетельство развития нашего молодого государства. Это и укрепление демократических принципов. И что пожалуй самое главное все больше и большая консолидация казахстанцев вокруг лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Хотелось бы отметить еще одну характерную деталь. Глава государства во время выборных кампаний как правило отказывается от агитационной работы, не желая ломать свой рабочий график, продолжает исполнять свои непосредственные обязанности. А если говорить о наиболее ярком эпизоде во время избирательных кампаний, то вспоминается феномен электоральной активности выборной кампании 2015 года. На избирательных участках собирались очереди, очереди желающих проголосовать, а казахстанцы сами называли их самыми замечательными очередями своей жизни. Политика Нурсултана Назарбаева это продуманные действия лидера, модернизатора не только экономики, но и социокультурного пространства. Выдвигаемые им программы близки человеческим чаяниям. При этом они всегда тщательно продуманы и взвешены. У него очень много различного рода таких притч, можно сказать, таких историй о дружбе, истории о морали, истории о принципах, истории о том, как должен действовать руководитель. Мне, например, запомнилось, и всегда я ее вспоминаю, и в своей работе, что один раз он рассказал историю о том, как к одному хану, царю, пришел человек жаловаться на своего знакомого, партнера, который якобы его обманул. Вот, и хан говорит, хорошо, рассказывай, ну, и берет, и закрывает одно ухо свое. Тот спрашивает у него, почему ты так делаешь? Он говорит, это ухо я оставляю для того, чтобы послушать того, на которого ты сейчас будешь говорить. Поэтому, и вот он всегда такого принципа придерживается, и всегда осторожно подходит к любой информации, к любым материалам, которые могут в какой-то степени повредить кому-то другому. То есть, он всегда проверяет любую информацию, безоговорочно не верит ничему. Это очень, я считаю, и за многие годы убедился, очень нужный и очень правильный подход любого руководителя любого уровня. И в этом деле он нас научил. Как известно, авторитет Нурсултана Назарбаева базируется на многих конкретных делах. А в основе удивительный феномен. Все его инициативы и предложения обрели глобальный характер и стали важнейшим фактором международных отношений. Нашего президента по праву называют лидером глобального антиядерного движения. Действительно, его роль уникальна. Он единственный действующий президент, кто добровольно и самостоятельно закрыл Симпалатинский ядерный полигон своим указом. И глубоко символично, что эта дата провозглашена Организацией Минных наций в Международный день борьбы против испытания ядерного оружия. он добровольно отказался от ядерного арсенала. Я очень хорошо помню, я тогда был заместителем министра иностранных дел, к нам пришло письмо Муаммара Каддафи. В обращении к нашему президенту говорилось, что нужно сохранить ядерные арсеналы, нужно сохранить ядерные болеловки и это будет первая мусульманская бомба, а что касается финансового обеспечения, то Каддафи это берет на себя. Оно естественно рассматривалось главой государства, но было принято другое решение отказаться от ядерного оружия. Это было решение стратегическое по своему значению, я уже не говорю о мудрости данного решения, поскольку именно после него Казахстан прочно вписался в контекст мировой политики и был признан международным сообществом как в высшей степени ответственное государство. Тогда мы добились во время переговоров в Москве статуса государства временно обладающего ядерным оружием, несмотря на серьезные возражения Соединенных Штатов Америки, мы не могли просто так отдать ядерное оружие, ни за что. Мы говорили дайте нам гарантии безопасности и они были кстати говоря зафиксированы в Будапештском меморандуме. Мы требовали чтобы в обмен на отказ от ядерных арсеналов, это была позиция президента, мы могли бы получить иностранные инвестиции. Я считаю, что цифра в 250 примерно миллиардов долларов, которые за эти годы были привлечены в экономику Казахстана, свидетельствует на многом. Воспоминания соратников президента это бесценные свидетельства подлинной истории. Историей, которая продолжается. Пройденный путь есть опыт, который определяет наше будущее. И главный рецепт в том, что соратником президента стал и весь народ Казахстана. Волей судьбы все мы, современные поколения казахстанцев первопроходцы независимости. Вместе строим нашу новую страну. Стремимся стать и обязательно будем в числе самых развитых наций мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok